МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время деловых новостей на канале ОТС. С последними событиями экономики нашего региона и страны в целом познакомлю вас я, Борис Киргенеков. Здравствуйте. Аналитики Росстата зафиксировали 18-кратный разрыв в уровне безработицы среди различных регионов страны. Меньше всего показатель в Санкт-Петербурге, а вот больше всего неработающих граждан в Республике Тыва. Наиболее благополучная ситуация в Центральном, Северо-Западном и Приволжских федеральных округах. Там уровень безработицы ниже общероссийского, примерно на 1,5%. В Сибири от постановка с поиском работы труднее. Безработными числится 7 с лишним процентов граждан от экономически активного населения. По мнению экспертов, в ближайшие годы в России безработица в среднем будет падать. Однако ее неравномерность среди регионов будет только нарастать. По уровню зарплат Новосибирская область опустилась на седьмое место среди регионов Сибири. Рынок труда проанализировали специалисты Новосибирскстата. В среднем жители округа получают 30,5 тысяч рублей в месяц. В нашей области показатель ниже на полторы тысячи. Больше всех зарабатывают жители Красноярского края, Томской и Иркутской областей. Более высокий уровень зарплат статистики объясняют особенностями экономики и увеличенного районного коэффициента. В Новосибирской области вольготнее всего живут представители финансового сектора. Их среднее жалование превышает 54 тысячи рублей в месяц. А вот самыми низкооплачиваемыми должностями стали работники гостиниц и ресторанов. Новосибирская область планирует привлечь 5 миллиардов рублей за счет размещения пятилетнего облигационного займа. Также в планах властей получить бюджетный кредит на сумму 2 миллиарда. По словам главы регионального Минфина, эта политика не повлияет на увлечение госдолга. Далее в деловых новостях об этом расскажет Виталий Голубенко. Долг, с которым мы вошли в 2017 год, плюс заемный дефицит, если он по плану в бюджете на 2017 год предусмотрен. Вот это прогноз госдолга на конец года будет. Соответственно, так как бюджет у нас бездефицитный, то реально прогноз по государственному долгу на конец 2017 года будет у нас такой же, как и сейчас. То есть не выше. А если удастся, как говорится, где-то сэкономить на расходах, то еще и на какую-то сумму мы его отгасим в уменьшении. Поэтому политика держать государственный долг, чтобы он не выходил за планку в 50% собственных доходов, она на сегодняшний день в том числе и продиктована тем, что это совершенно иное качество долговой устойчивости региона. 30 января в России объявили киберпонедельник. Сотни магазинов и торговых сетей предложили клиентам товары в интернете с большими скидками. Эксперты исследовательской фирмы «Нильсон» выяснили, что в прошлом году 9 из 10 жителей страны совершали покупки онлайн. Чаще всего россияне заказывают через интернет одежду и аксессуары. Такие покупки совершают половина пользователей, треть покупают музыку и книги, а также билеты на различные мероприятия и косметику. Наименее популярные категории для онлайн-шоппинга в России – продукты питания. Эксперты отмечают, что в этом сегменте сейчас работают многие торговые сети, однако россияне не доверяют такой доставке. Ритейлеры привлекают покупателей ценой и широким ассортиментом. Спрос падает. За минувший год коттеджи в Черте Новосибирска подешевели на 17%. Статистику приводят эксперты портала по поиску недвижимости n1.ru. На сегодня продавцы предлагают коттеджи в среднем за 9 млн 370 тыс. рублей. Это двухэтажное строение площадью более 100 квадратов со всеми необходимыми коммуникациями. За пределами города коттеджи также подешевели. Бердские снижения – 10% по Калыванскому шоссе, 14% по Советскому шоссе – 12%. Дома также снизили в цене до 3 млн. рублей в среднем. Эксперты говорят, это менее ликвидный тип недвижимости. Дома выставляют на продажу чаще, соответственно, предложение превышает спрос. А коттеджи сильно упали в цене зимой и осенью. К концу года особых скачков стоимости не было. Упал спрос не только на частные дома. Интересоваться покупкой готового бизнеса россияне стали меньше. Спрос снизился по итогам 2016-го на 6%. Об этом сообщают аналитики портала Авито. Средняя цена готового бизнеса в России также упала. Сейчас в среднем готовую компанию продают за 3 млн 600 тыс. рублей. Чаще всего россияне покупают предприятия, услуг и торговли. Их совокупная доля превышает 50% в общей структуре спроса. Седьмая часть приходится на кафе и рестораны. Меньше всего предприниматели покупают компании, связанные со строительством и сельским хозяйством. По мнению аналитиков, их цена слишком высока. А у нас не так много средств для серьезных инвестиций. Мировые цены на нефть падают. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской и нью-йоркской биржах. Рынок так отреагировал на увеличение добычи сырья в США. Как изменится стоимость черного золота в ближайшее время, знает Аркадий Дворкович, вице-премьер России. Цитата дня в Деловых новостях. Цены сейчас нашли локальное равновесие. При таком уровне цен становится выгодной добыча на отдельных участках сланцевой нефти. И спрос немножко подрастает. Поэтому в целом ситуация на рынке сбалансированная. Каких-то больших отклонений от нынешних цен мы не ожидаем. Конец цитаты. К этому часу у меня все новости экономики. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова